Роман Косинчук, герой этой встречи, не готов, говорит, устал. Действительно, матч получился энергозатратным. Ну да, тяжело было с ним играть. Все игроки старались обороняться, всей командой оборонялись. Тяжело было взломать. Хорошо, что забили. Эпизод с голым, как опишешь, показалось, что удар был не сильным. Мы прям ждали, что будет сейв вратаря, но в итоге мяч оказался с сетки. Там был рикошетик или все было, как ты и задумал? Нет, ну я бил в дальний угол, но там вроде да, рикошетик небольшой был и залетел в дальний угол. А второй гол Максим Саныч, мой коллега, думал, сейчас тихонечко катнешь в свободный угол, но тут удар под перекладину. Хотелось так поэффектнее исполнить именно последний удар или просто это действительно был самый эффективный способ доставить мяч в сетку? Ну да, я считаю, самый эффективный был верхом, потому что там игрок был, мало ли, ногами дотянется и решил пробить верхом. Думаю, все правильно сделал. А мы вот использовали в конце такую фразу, что первая в истории команды, возможно, победа на классе. Вот ты согласен с тем, что действительно, вот вроде как у нас состав посильнее и вот это именно такая победа? Ну я бы не сказал на классе, что выиграли. Нам пока тяжело, но все равно, я считаю, с каждой игрой мы прибавляем в плане игры. Ну и счет на табло это показывает. А так, мне кажется, еще рано нам на классе выигрывать. Такие матчи тяжело, наоборот. Смотришь вроде турнир-таблицу, а на самом деле команда, я бы сказал, ну одного, можно сказать, уровня. Что касается тебя, привыкли мы видеть достаточно много финтов в твоем исполнении, сегодня их было меньше обычного. Это твое личное поведение, скажем так, на поле, да? То есть ты изначально понимал, что может быть поменьше их сегодня стоит использовать? Или же просто так сложились обстоятельства, действительно было очень плотно, если от одного уходишь, тут же второе, и это было неактуально? Ну я думаю, да, не было расстояния, не было зон свободных, чтобы обводить там что-то, и старался поменьше касания делал, но не всегда получалось, конечно. И последний вопрос, уже не первый дубль в нашей команде, и ты делал на кубок, и Влад Сарвелин в матчах чемпионата. Когда будет первый хитрик? Я думаю, в скором времени, надеюсь, что кто-то сделает хитрик у нас в команде. И еще один вопрос. Наши ребята сейчас находятся в Чили, на молодежи Пяти Мира, Прудников, Захаров, они слали нам сегодня привет, мы показывали перед началом поединка, они по возможности смотрели, болели. Вы будете смотреть матч юношеского чемпионата, и что можете сказать нашим ребятам, которые там с другой стороны земного шара находятся? Я думаю, это мечта каждого игрока играть за сборную России. Это честь для них, они, я думаю, сами понимают. Я думаю, что я могу пожелать побед, чтобы бились до конца, никогда не сдавались. Желаю, чтобы вернулись кубкам. Спасибо большое, удачи, с победой.